добрый день дорогие друзья с вами яков в этом видео я хотел бы вам посоветовать два удобрения две подкормки которые необходимо сделать в период цветения начала цветения в период налива плодов и до момента созревания две подкормки и каждая из них делается трижды самый первый сигнал это первые цветочки на кустах томата это значит нам необходимо приступать к листовым обработкам этими самыми препаратами о которых сегодня пойдет речь долго тянуть резину не будем эти два препарата это кальцевая селитра и маг бор магний бор это два препарата которыми я сам лично пользуюсь и очень доволен они очень повышают урожайность наших растений процентов на 20 на 30 завязываемость плодов защищают от различных болезней у растения становится более сильный иммунитет плюсов у этих удобрений много но минусов еще больше если мы не будем ими подкармливать например при нехватке кальция это конечно вершинная гниль это в целом менее развитый менее красивый крепкий куст при нехватке магния это желтая листва при нехватке бора это опадание завязи меньше будет завязываемость плодов и это друзья только основные вот проблемы с которыми мы можем столкнуться при дефиците этих элементов питания но также эти элементы они очень важны в целом для развития растений участвуют во многих других процессах и профилактика всегда лучше лечение это я и на своем опыте убедился и теперь всегда обрабатываю просто по схеме даже если кажется нам что растение выглядит полностью здоровым всего ему хватает не надо ничем дополнительно удобрять все равно эти подкормки я провожу я не ленюсь хотя раньше бывало и ленился бывало пропустишь обработку но чтобы вот не забывать я просто она просто составил схему по которой работаю просто друзья еще очень важно дать вовремя эти элементы питания когда у нас уже томаты созревают краснеют уже как бы поздно пить боржоми как говорится потому что вершина гнили уже может напасть и кальций который мы только дадим растению они он будет влиять уже на последующие плоды то есть растению желательно заранее накопить элементы питания которые мы ему дадим и у нас как раз таки есть этот промежуток от цветения до налива плодов все просто схема по которой сам лично работаю ну и вам соответственно предлагаю в этом видео увидели цветение томатов начинаем подкормку в первую очередь это кальциевая селитра 10 грамм на 10 литров воды будет достаточно делаем обработку желательно делаем по листу эти оба удобрения хорошо усваиваются и по листу листовые обработки и под корень но по листу у нас просто-напросто расход этого удобрения меньше нам достаточно одной получается столовой ложки на 10 литров опрыскивателя пройтись полностью всю теплицу обработать а если мы поливаем под корень ну вы сами понимаете расход будет раз в 10 а то и в 20 больше чтобы пролить под корень каждый куст поэтому я предпочитаю в этом случае именно листовые обработки проходит у нас три-четыре дня мы делаем обработку по листу удобрением макбор такая же дозировка 10 грамм на 10 литров воды размешали добавили выпрыскиватель обработали растения лучше всего вечернее время чтобы за ночь как раз удобрение хорошо впиталось чтобы солнце не полило в солнечную погоду нельзя обрабатывать подкормками листовыми иначе рискуем получить ожог после этого проходит еще три или четыре дня мы делаем опять листовую обработку кальциевой селитрой проходит после кальциевой селитры еще 3-4 дня мы делаем обработку удобрением макбор и так еще раз то есть трижды нам нужно обработать каждым удобрением или проще говоря каждое удобрение один раз в неделю листовая подкормка ну а если ваших магазинах нет именно таких удобрений то просто заменяем на любые другие минеральные удобрения которые содержат себе магний например сульфат магния или бор ну пусть будет борная кислота или вот насчет кальция бриксил кальция например но нам важно дать просто эти три элемента питания в этот промежуток времени это то о чем я хотел напомнить вам сегодняшнем видео потому что как раз вот лично у меня начинается цветение и я уже приступил к этим обработкам друзья но и сегодня у меня для вас подарок эта схема подкормок томатов о которой я говорил только она в себя включает не только эти две обработки до которые вот важны сейчас но это полная схема обработок от а до я грубо говоря и там также обработки фунгицидами инсектицидами регуляторами роста полная схема выращивания от посева семян до сбора урожая которая включает себя ну максимально все возможные моменты при работе с этим овощем да я поделился там своим опытом и все максимально простым понятным языком пошаговая написал свои методички по выращиванию томата и можно скачать бесплатно в моем телеграм-канале ссылка будет в описании под этим видео это для моих новых зрителей которых прибавилось последнее время очень много вот ну а также кто уже скачивал эту методичку по томатам я могу сказать что у нас небольшое обновление мы ее вида изменили адаптировали под смартфон то есть ее теперь максимально удобно читать на своем смартфоне изменили шрифт сделали его побольше да по вашим просьбам добавили более такой удобный дизайн с картинками в общем постарался для вас вот в последнее время сделать все максимально удобно переходите на мой телеграм-канал можете скачивать и пользоваться также не забудьте подписаться на этот youtube-канал здесь очень много других полезных видео по растению и водству в целом по овощным цветочным культурам по тепличному бизнесу друзья снял более 500 роликов уже и в каждый из них я вкладывал только важную и нужную информацию вот и также много других видеороликов еще будет у меня много планов на съемки видео да также подписывайтесь на мой телеграм-канал там много информации которая нет на ю тубе и также у меня есть сайт яков огородник точка ру там я продаю продукцию нашего тепличного хозяйства это семена овощных культур очень большой выбор много чего интересного можно найти и черенки различных растений сделать заказ на моем сайте это наверное самая лучшая поддержка моего бизнеса и моего youtube канала этом все друзья спасибо за просмотр хороших урожаев и всем пока